Гражданская война в Греции – это первая война в Европе, причины для которой уже наблюдались во время Второй мировой войны. Она началась сразу после освобождения территории Греции от немецких, итальянских и болгарских оккупантов. В результате оккупации в 1941-1944 годах греческая экономика лежала в руинах. Был нанесён значительный ущерб внешнеторговым отношениям и сельскому хозяйству страны – двум важнейшим компонентам греческой экономической системы. Требования немецкой стороны выплатить значительные издержки за оккупацию вызвали гиперинфляцию. Миллионы людей оказались без работы, магазины пустовали, начался великий голод в Греции. Никто помочь грекам не мог, ведь вся Европа была в подобном положении. На волне кризиса Коммунистическая партия Греции пообещала стране устранить продовольственные проблемы, построить заново греческую инфраструктуру и вознести греческую нацию на Олимп. Когда страна была освобождена в октябре 1944 года, Греция находилась в состоянии крайней политической поляризации, которая вскоре привела к началу гражданской войны. На стороне коммуниста выступили КПГ, Коммунистическая партия Греции, Временное демократическое правительство и ДАГ, Демократическая армия Греции, при поддержке Советского Союза, Югославии, Болгарии и Албании. Состав их противников формировался из союза между Королевством Греции и её вооружённых сил, жандармерией и сельскими подразделениями безопасности. Поддержку осуществляли Великобритания и Соединённые Штаты Америки. Соперников я буду называть просто – коммунисты и монархисты. В октябре 1944 года британская армия высадилась в двух крупнейших городах страны – Афинах и Салониках, которые были оставлены немцами и в которые уже вступила Народно-освободительная армия Греции – ЭЛАС. Новосозданное правительство выступало за разоружение всех иностранных формирований на своей территории и объединить их в национальную армию. Однако премьер-министр Греции был не удовлетворён таким раскладом. Он со своей коммунистической частью в кабинете министров блокировали этот процесс. Это привело к политическому кризису. Вскоре после этого, 1 декабря 1944 года, 6 министров-социалистов были отправлены в отставку. На следующий день, 2 декабря, коммунисты собрали людей и устроили забастовку в Афинах. Это событие вошло в историю как «Декабрьские события в Афинах». Главный лозунг был против американского империализма и монархического режима в государстве. На улице были пригнаны танки, люди приходили с автоматами. Спустя 2 дня непрекращающихся выступлений, 4 декабря, коммунисты захватили в Афинах все полицейские участки. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль отдал приказ английским войскам подавить выступления коммунистов. В Афинах начались крупномасштабные бои. Через полнедели, к 8 декабря, коммунисты установили контроль над большей частью Афин. Англичанам пришлось перебрасывать свои войска из Итальянского фронта на побережье Греции и отправлять их в город для устранения беспорядков и разгона, по словам официального правительства Греции, бандитских формирований из греческой столицы. Целый месяц шли постоянные бои между монархистами и коммунистами. Олимпы взяли первые. В январе 1945 года повстанцы были вытеснены из Афин. Это ознаменовало установлению новых порядков в стране и введению чрезвычайного положения, и посадке самых активных приверженцев левых движений. 12 февраля 1945 года было подписано Варкистское соглашение о прекращении огня. Коммунисты согласились сложить оружие в обмен на амнистию, всеобщие выборы, однако это не остановило насилие в Греции. В результате непрекращающегося террора против левых сил и участников сопротивления, первоначально в качестве актов самообороны, а с 1946 года уже в более открытой форме, гражданская война стала охватывать всю материковую Грецию и частично острова Самос и Крит. Повстанцы и партизаны периодически отступали к приграничным социалистически ориентированным странам Югославии, Албании, Болгарии, получая оттуда моральную и материальную поддержку. Правда, в 1945-1946 годах советская помощь была невелика, потому что ослабленный и обескровленный тяжелейшей войной СССР был занят собственным восстановлением. Например, 23 ноября 1945 года Политбюро Центральной комиссии ВКПБ выделило Коммунистической партии Греции материальной поддержки на сумму 100 тысяч долларов, а согласно распоряжению советского правительства от 24 апреля 1946 года на подпитывание сил КПГ были отправлены ротационная машина и 200 тонн газетной бумаги. В марте 1946 года состояли всеобщие национальные выборы, однако коммунисты отказались принять в них участие. Причиной послужила уверенность социалистов в том, что голосование пройдет нечестно из-за большого количества британских военных в Греции, которые могли бы влиять на выборы специально в свою пользу. Плебисцы 1946 года вновь вернула престол Георга II, что только усилило противостояние в гражданской войне. Как раз этот референдум, как и полагали коммунисты, проводился под регулярным наблюдением британских военнослужащих, хотя, вопреки планам короля, это не усилило его власть, а ослабило вследствие негодования часть людей, которые признали голосование нечестным. 26 октября 1946 года было объявлено о создании демократической армии Греции, ДАГ. В мае 1947 года генеральный секретарь Компартии Греции Захариадис на советском самолете прилетел в Москву и передал две записки о потребностях ДАГ. Он заверял, что в случае адекватной помощи со стороны СССР, демократическая армия уже в 1947 году добьется серьезных успехов, которые позволят взять под контроль повстанцам северную часть страны. Сталин пообещал материальную и дипломатическую помощь греческим коммунистам. Советский Союз и Югославия начали поставлять ДАГ-оружие, включая малокалиберные артиллерийские орудия. Помимо материальной помощи, коммунисты получили моральную уверенность в том, что победа в, как тогда уже точно определились, греческая гражданская война будет точно за ними. В декабре 1947 года на контролируемые повстанцами территории была создана временная демократическое правительство во главе с командующим Демократической армией Греции, членом Политбюро Центральной комиссии Компартии Греции Маркосом Вадиафисом. В 1947 году британцы вывели из Греции свои войска, оставив там одну дивизию. Британия осознала, что ей не справиться с греческим вопросом. Монархисты уже подумали, что их оставили на производ судьбы с противником, поддерживаемым со стороны СССР. Но спасение не заставило себя долго ждать, и с 1947 года Греция перешла в сферу влияния США. Советский Союз, узнав об этом, был в двояком положении. У СССР отсутствовала четкая позиция по вопросу с греческими партизанами и повстанцами, поскольку разрушенный войной Советский Союз не желал обострять отношения с бывшим союзником, который куда меньше пострадал от Второй мировой войны и обладавшим на то время монополией на ядерное оружие. Воспользовавшись крайней разбросанностью ресурсов СССР в послевоенные годы, США начали проводить операцию по финансированию и обучению правительственных вооруженных сил, которым вскоре после осуществленной помощи удалось справиться с повстанцами, состоявших в демократической армии Греции. Этому в немалой степени способствовал тот факт, что отношения СССР с Югославией начали портиться. Это событие более известно как советско-югославский раскол. Спустя некоторое время правительство Югославии с 1948 года закрыло свою границу для партизан из Даг. Более того, коммунисты Греции начали сомневаться в бескорыстных мотивах поддержки со стороны балканских соседей. Учитывая то, что официальная Греция считала, что Болгария таким образом попытается вернуть западную Фракию, а Югославия – греческую Македонию, боевой дух партизан начал падать. Политика президента Югославии Иосипа Броза Тито ослабляла позиции греческих коммунистов. Остался лишь единственный союзник у коммунистов из Греции. К 1949 году они получали помощь только через Албанию. На фоне этого уже у монархистов поднялся боевой дух и война переменила курс. К началу 1949 года советское руководство окончательно убедилось в бесполезности повстанческого движения в Греции и в апреле 1949 года ЦК ВКПБ дал прямое указание руководству Коммунистической партии Греции прекратить гражданскую войну. Одновременно советская военная помощь демократической армии Греции была резко сокращена. В начале мая 1949 года СССР начал переговоры с Соединенными Штатами по урегулированию греческого кризиса. Плюс к тому, сторонников действующего режима в Греции было больше к 1949 году. Несмотря на изменение советской позиции, КПГ продолжила вооруженную борьбу. Потеряв контроль над другими горными районами Греции, ДАК сконцентрировала свои усилия в приграничных с Албанией регионах и Пира и Западной Македонии. Потеряв контроль над горным массивом Грамос, 16 октября 1949 года демократическая армия Греции была вынуждена вывести свои соединения в Албанию и объявила о прекращении огня. Поражение коммунистов привело ко вступлении Греции и Турции в НАТО в 1952 году и установлению влияния США в Эгейском море до самого конца холодной войны. Потери. Со стороны коммунистов потери составили 38 800 убитых и 40 000 пленных. Со стороны монархистов же 8 400 убитых, 29 000 раненых и 4 200 пропавших без вести. Также со стороны британцев 210 смертей, 1000 раненых и 733 человека пропали без вести. Общие потери всех – 158 тысяч человек, а страна лишилась 1 миллион греков, убежавших из Греции. Чтобы не заканчивать выпуск на грустной ноте, я посоветую вам посетить и сразу же подписаться на классный паблик ВКонтакте «Поместье абсолютистов. Рай для консерваторов, абсолютистов и классицистов». На нём вы увидите мемы про историю разных эпох и периодов. Они выполнены в универсальном стиле, вследствие чего это сообщество можно листать с реальным интересом. Вступайте в паблик, ознакомьтесь со сводом местных законов и чувствуйте себя как Людовик XIV. Ссылка в описании. Ну а на этом всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите за кого вы болели – за монархистов или коммунистов, а также аргументируйте почему. Прощаться с вами я не хочу, но хочу пожелать удачи. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...